Большинство предметов относится именно к этому времени. Эта экспозиция здесь существует уже длительное время, порядка шести лет. Ну, разумеется, она не статична, мы ее несколько раз уже переделывали, обновляли ее состав, переставляли, вот так, примерно, в виде. Расставили, чтобы предметы располагались примерно так, как они бы располагались в жилых комнатах дома или в частной квартире, от прихожей до личного кабинета. Прежде всего стоит отметить тот факт, что эти предметы очень прочные, очень надежные, они сделаны в те времена, когда массового производства мебели еще не существовало. Когда не было таких дешевых технологий, как производство из прессованных обилок, это все цельный массив дерева, они сделаны в частных мастерских, на заказ. И они, благодаря своей прочности, живут уже очень долгое время. Есть здесь и такие предметы, которые в современном доме, ну, ни в каком виде не встретить. Когда говорим о таких вещах, стоит упомянуть сундук. Сундук с древнего времени служил как длительное хранилище для неиспользуемых вещей, то есть теплый сезон наставал, теплую одежду сложили в сундук. Причем в веке, скажем, в 12-м, в 13-м, когда приметов убранства было в принципе немного, сундук, если у него была плоская крышка, мог исполнять даже функцию кровати. То есть хозяин на собственных ценностях спал, они у него были всегда под надежной защитой самого себя. Телефонный аппарат обычно в прихожей находился. Самые первые телефоны в Аркутске в 1912 году было порядка 1200 абонентов. Связь была исключительно проводная, подсоединение было очень дорогое, но тем не менее услуга была постребованная. В России технологии телефонной связи основывались на тех технологиях, которые задавала фирма Ericsson. Фирма Ericsson, в свою очередь, ее основатель Ларс Магнус Ericsson, который начинал с маленькой электромеханической мастерской, он скопировал технологии фирм Bell и Siemens. В 1901 году Ericsson уже смог открыть первую фабрику на территории России в Москве. После революции эта фабрика была национализирована, когда стала называться «Фабрика Заря». Она разводила первые советские телефонные аппараты. То есть вот так получилось, что российская советская телефонная связь была основана на технологиях Ericsson. Еще один предмет с интересной историей – это комод. То есть комод это модифицирован, где цундука. По одной из версий, комод был запретен мастерами французского королевского двора в 18 веке, чтобы хранить те богатые убранки, которые славился двором. Первые комоды были гораздо роскошнее, чем этот. У них были очень длинные гнутые ножки, были всего два ящика, но зато очень богатые украшения. Следующий предмет вот у данного буфета удалось объяснить – историю его хозяина. Она была чрезвычайно интересная. Буфет с львами, так мы его называем. А принадлежал он доктору Всеволоду и Чустревову, который длительное время работал в Картунском государственном медицинском университете. Был был таларингологом по специальности и доцентом, то есть преподавал в университете. Он закончил Томский университет в 1914 стандарном по медицинской специальности. Началась как раз война, и его призвали в армию. Четыре года он был военно-балевым хирургом, то есть до эволюции три года, и потом еще в Белой армии проспозрелся. С 1918 по 1920 год закончил гражданскую войну в Архангельске как военный врач Белой армии. Тем не менее, его бывшего белоквардейца каким-то особым репрессиям подвергать не стали. Он сам был из артистской губернии, из дерева Блисжигалова, Робана. После окончания гражданской войны он вернулся в Иркутск, в Иркутск, и стал здесь работать по специальности врача. Видимо, очень хороший был специалист. В 1938 году, в разгаре прессии, он защитил кандидатскую диссертацию в медицине. И потом еще до 1960-х годов Всеволод Ильич работал по специальности в медицинском университете. Он был и практикующим врачом, и преподавал. Множество было благодарностей от пациентов за его превосходный уход за больными, за его лечение. Возвращаясь к теме мебели, буфеты здесь у нас представлены в самых разных видах. То есть буфеты, делавшиеся на заказ, все зависело исключительно от размера кошелька заказчика, от его вкусов, ну и от умения мастера, конечно же. Ну а типовой вид буфета, это вот такой, как у буфета доктора Стрелова. То есть два этажа, такое своеобразное перекрытие между ними. И каждый этаж состоит из двух отделений, из двумя дверьми. Вот это типовая структура. Но в российских домах были еще распространены одноэтажные буфеты, которые назывались горкой. Назывались они так потому, что посуда внутри них была сложена такой горкой. Была распространена двухэтажная структура с вот такими вот придатками своеобразными, с такими балкончиками, куда можно было поставить, например, красивую посуду на всеобщее обозрение фарфоровую, или серебряную, или начищенную медную, чтобы показать достаток и аккуратность семьи. Ну а кто уж был действительно хорошим состоянием, мог себе заказать и вот такой вот буфет. Этот буфет примечательен тем, что стоял он вообще-то в доме довольно скромного человека, иркутского художника Петра Турчинина. Годы жизни 1932-2009. Про его отца известно, что он был не особенно богат, что он промышлял гимщицким делом, а Петр Турчининов работал в союзе художников, и после того, как он поссорился с коллегами по поводу одной из его работ, ну, художника обидеть легко, и он после этого остаток жизни провел в добровольном отшельничестве. Если бы не старание мецената Максима Леонидовича Крылова, то, возможно, работы Петра Турчининова так и сгнили бы на чердаке его дома. А так мы смогли заполучить некоторые работы Петра Турчининова и буфет, который в его доме стоял. Вот здесь он уже после реставрации. Буфет из цельного дуба это действительно очень богатая вещь. На Александра Невского у него был дом частный. Пожалуй, самая интересная тема здесь это музыкальный инструмент. Чем интересны музыкальные инструменты? Тем, что они лучше всего поддаются опознанию. Это типовая вещь. У нее есть производитель, конкретная фабрика, есть серийный номер, по которому, правда, не всегда можно определить, когда этот инструмент был произведен. Эта физгармония Лилан и Хилли очень интересна. Дело в том, что фирма, которая произвела эту физгармонию, существует с 1864 года по сей день. Основное занятие фирмы Лилан и Хилли это производство концертных акт на заказ. Работают они, как и работали в Чикаго, штат Ингенорис. С 1887 по 1907 год фирма Лилан и Хилли выпускала физгармонии. Это интересный духовой музыкальный инструмент. То есть, в чем принцип работает? При помощи вот этих вот педалей внизу, которым нужно работать постоянно, наклетается воздух в меха, который находится в центральной части корпуса. И, нажимая на клавишу, музыкант выпускает воздух из мехов через тот или иной язычок. И когда воздух проходит через язычок, то он издает определенный звук. Кроме того, в физгармонии есть система воздушных заслонок, управляя которыми, при помощи вот этих вот рукояток, называемых регистрами, можно изменять тональность звучания инструмента. Обычно звучание физгармонии напоминает орган. И в Европе, с Соединенными Штатами, физгармония была дешевой заменой органов. Для какой-нибудь, например, деревенской церкви, которой нужна музыка на богослужении, но на орган денег нет, потому что... Да и поставить его негде, потому что этот инструмент очень большой и очень дорогой. Вот прекрасная замена. Это физгармония. Все физгармонии, которые находятся в фондах нашего музея, они все американского производства. Все это сколько? На бою памяти их 5 штук. Таких вот физгармоний конца 19-го, начала 20-го века. Фирма Леон Хилле произведела физгармонии с 1887 по 1907 год. К сожалению, здесь ненадежный способ маркировки, там бумажная табличка, она не до конца сохранилась. Поиграть, к сожалению, не получится. Так же, как и на пианино. Это пианино очень интересная вещь. Она называется морским пианино. Почему она называется морским пианино? Потому что у него оригинальная конструкция клавиатуры и пепитра для ног. Вот, посмотрите. Вот это наша клавиатура в разложенном состоянии. Допустим, нам надо по узкому корабельному коридору, который гораздо уже, чем коридор внутри дома, куда-то этот пианино переместить. Что мы с вами делаем? Вот еще вот так вот размножен пипитр для ног. Сначала складываем пипитр. Он полностью убирается внутрь, вообще никакого следа от него снаружи не остается. Теперь беремся за клавиатуру, посильнее, и вот так вот складываем. Остается только небольшой уступ. Мы специально поставили здесь обычное классическое пианино. Смотрите, по ширине, насколько сильно отличается морское от классического. Не очень хорошо. Это тоже нуждается в реставрации. Видимо, предыдущие хозяева его не очень-то любили. Оно стояло в сырости. Здесь даже шпон отсловился в поле. А сделано оно было около 1855 года в Париже на фабрике, принадлежащей французскому фортепиано-мастеру бельгийского происхождения Альфонсу Бландели, который производил такие модели фортепиано. Точнее датировать не получится, потому что фабрика Бланделя была очень маленькой. Она до 20 века даже не дожила. И заводская документация, которая позволяет соотнести года выпуска и серийный номер, не сохранилась. Данное фортепиано носит серийный номер 3003. Это, кстати, из встреченных номеров в интернете даже, я постарался поискать информацию, в том числе на английском, на французском. В общем, это самый большой серийный номер. Следующая фортепиано, уже гораздо более часто встречающаяся, это классическая фортепиано Дюбер. По многому для сравнения оно здесь стоит, но есть еще пара интересных деталей. Александр Франсуа Дюбер был не только музыкальным мастером, но и изобретателем. Он изобрет приспособление, которое называется антифанель. Это было нечто вроде шарманды, которое ставилось на клавиатуру физгармонии. И когда человек крутил эту ручку, накачивал меха, то это приспособление играло само, не требуя нажатия на клавиши. То есть это было приспособление, позволящее играть на музыкальном инструменте, не будучи профессиональным музыкантом. Вот таким вот образом он работал. У Дюбена было еще несколько изобретений. В частности, именно он ввел в физгармонию такую вещь, как регистры. По сумме его стараний ему присвоили ордена рыцаря почетного легиона во Франции. Посмотрите, сейчас я подниму крышку. Здесь покрупнее. Вот привлечьтесь, подойдите поближе, только не вставайте на подиум. Нет, нет, посмотрите вот на эту эмблему на крышке. А выше, видите, такой орден, как бы звезда с концами пяти ласточкиных хвостов. Это и есть орден почетного легиона. То есть Дюбен подчеркивал свое достоинство. Дюбен подчеркивал свое достоинство орденоносца, разместив этот орден на эмблевах своих инфидентов. Сделано ориентировочно в 1873-74 годах. А заводская документация Дюбеном тоже, к сожалению, не сохранилась. Сохранилась документация английского торгового предприятия Rapp & Company, которая с ним сотрудничала и занималась торговлей его инструментами. Благодаря этой документации удалось отделить номер здесь. Следующее интересное приспособление. Жилая музыка не единственный способ развлечения. В 18 веке была в ходу такая интересная карточная игра. Она называлась «Ламбер». Пришла она в Россию из Испании. В 1765 году Сенат признал «Ламбер» коммерческой карточной игрой. Но к 19 веку эта игра вышла из употребления. По временам, примерно, Александра Сергеевича Пушкина, золотых лет его творчества, уже все предпочитали другие карточные игры для времяпровождения. Такие как «Преферанс» или «Фист». Но игра из употребления вышла, а столы остались, сохранили свое название вплоть до начала 20 века. И этот стол принадлежал очень известному в Иркутске человеку Сергею Владимировичу Шостаковичу, который много лет был преподавателем, профессором Иркутского государственного университета. Если кто бывал на историческом факультете Иркутского государственного университета на Чкалово-2 коридорах, тот наверняка видел его фотографию, которая там висит на почетном месте. Этот стол Сергею Владимировичу подарил один из его друзей, который работал на датском телеграфе. Богатый стол в технике марки 3, то есть это деревянная мозаика из дорогих пород дерева. Зеленая сукна. В центре, собственно, для того, чтобы карты были лучше видны, углубления для фишек, для стола. То есть это богатый вариант ломберного стола. Сделан был в Дании. А на чем крышка-то держалась, когда... А вот эта вот нога... Олег Владимирович, какая здесь нога? Стол трансформер. Да, стол трансформер. То есть вот эта вот нога, видите, она выдвигается. Теперь видно. К сожалению, не очень много места. Она выдвигается, то есть крышка на нее ставится. А когда игра закончена, можно сложить его и использовать этот стол как письменный. Так же еще один из вариантов для развлечения. Это простейший музыкальный автомат, музыкальная шкатулка. Чистая механика, никакого электричества. В чем-то сходно с фонографом Эдисона. За счет чего работает музыкальная шкатура. У нее есть часовой механизм, напоминающий часовой. При заводке он вращает вот этот вот цилиндр. Цилиндр зацепляется вот этими вот мелкими выступами на нем за приспособление, напоминающее расческу с разной длиной зубьев. Когда выступы на гребенке и на цилиндре соприкасаются друг с другом, раздается мелодичный звон. А если нужно сменить мелодию в данном случае, то цилиндр сдвигается в продольной плоскости. Как бы вы нас осчастливили, если бы завели ее? Я вас осчастливил. А-а-а, спасибо. Пожалуйста. Сколько таких валиков здесь у вас? Валик один, но на нем... Бывает же, как грампластинки, целая коллекция. Да, их тоже можно менять. Но у нас, к сожалению, она попала к нам только с одним валиком. Который был в нее вставлен. И на сколько минут это хватает? А в зависимости от того, как завел? Ну, оборот. Так и на минуту 3-4, если бы два качка сделать, то механизм, скажем, по рекламу... А теперь осталось выяснить, что это за мелодия. Кто композитор? Вот вам еще тема для кандидатской. Ну, тут-то вроде бы славься-славься. Да? Да. Только что была. Громкость увеличьте, кнопочку там. Да, один из недостатков этих простейших автоматов, то, что они играют только с постоянной громкостью. И увеличить ее никак нельзя. Уменьшить нужно, закрыть. Нет? Так же громко. Ну да. Звучит музыка. По мере того, как кончается завод, он просто вращается все медленнее и медленнее. Коня стандартные. По схожим принципам, кстати, работал еще один автоматический прибор, на сей раз уже воспроизводивший записи. Вот это патефон, граммофон, являющийся усовершенствованным вариантом фонографа. Фонограф – это первый прибор для воспроизведения звука, который изобрел в 1877 году знаменитый Томас Алва Эдисон. Основным недостатком фонографа являлись громоздкие звуковые носители, которые были в виде валиков, покрытых воском и фольгой со звуковыми дорожками. В 1887 году, 10 лет спустя после изобретения Эдисона, французский инженер Эмиль Берлинар предложил использовать дисковые носители из эбонита или из органической смолы шеллака. А считывающее устройство было тем же самым. То есть это стальная иголочка тоненькая, которая бежит по звуковым дорожкам, звуковая мембрана и рупор. Вращение носителя обеспечивается за счет такого же механизма с заводки, как у музыкальной штатуры. 1883-го по 1905-й год. В пятом году ехал в Киев и изгончался в 1970. У него была начальная контора на Свеневской, сейчас улица Бабушка. А он переехал на улицу Большую. У него были фотографии, но в данном случае мы представляем здесь фотографии личные, из личных альбомов иркутян. В основном фотографии чиновников, военных, богатых жаржан. Кому было по карману вообще такое? До встречи! До встречи! До встречи! Продолжение следует...